Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангейтс. Свою программу начинает и у нас вторник, 13 сентября. Время в Чикаго 9.30 утра. Время в Москве и в Киеве 17.30. Ну, почему в Киеве? Потому что сегодня на этой территории находится доктор Борис Увайдов, с которым мы ведем по вторникам беседу именно в это время. Прежде чем мы начнем программу, я хотел бы сделать такое небольшое объявление о том, что руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире, даже если эти люди известные и всем, так сказать, уважаемые. Но, тем не менее, мнение есть мнение. Ну и конкретно мы получаем достаточно много откликов на наши программы, поскольку все программы записываются, и они потом в Ютюбе появляются, потом они появляются у нас на Фейсбук. И поэтому все могут, в общем-то, оставить свои замечания, комментарии, предложения и задавать свои вопросы, так же, как и на веб-сайте sungatesradio.com и на скайпе sungates108. Некоторые замечания были, и люди высказывают свои точки зрения, что, в общем-то, здорово и замечательно, почему это говорит о том, что мы все слушаем наши программы, и они вызывают живой интерес. Но, как мы знаем, у всех точки зрения разные. В данном случае мы говорим с доктором Борисом Увайдовым, который высказывает свою точку зрения. Но надо учесть тот факт о том, что доктор Борис Увайдов все-таки врач с почти 40-летним стажем. Он уважаемый человек и приглашен в данный момент, он находится на территории Украины и работает в научно-исследовательском институте по приглашению Министерства здравоохранения и врачей, которые следят за его творчеством и хотят, чтобы он поделился, так сказать, своими знаниями. Ну, для, скажем, меня и для тех людей, которые это понимают, это достаточный факт, говорящий в пользу его профессиональности. Никто, скажем так, не будет уменьшать и умолять ваше достоинство как специалистов, но мне кажется так, что каждый должен заниматься своим делом. В данном случае мы говорим с доктором Увайдом о его точке зрения, повторяю, на вопросы исцеления и тема нашей программы раковые заболевания. Вот как их лечить или как относиться к ним, потому что сказать лечить на нашей территории трудно, лечиться обычным путем, у нас есть четкий путь лечения, и мы должны подчиняться тем законам той страны, в которой мы находимся. Но до того, как заболеть, было бы неплохо об этом знать, потому что всегда, как мы знаем, легче предупредить, чем потом мучиться и лечиться. И вот сегодня тема пойдет о питании, но питании, которое может быть для нас как ядом, так и помогать нам, и в частности не те продукты, не только те, точнее продукты питания, которые мы можем купить где-то в магазинах, в супермаркетах и так далее, а те, скажем, пищевые добавки, которые очень распространены вот сегодня, биологически активные или небиологически активные добавки, которые тоже могут помогать человеку излечиться, но которые в то же время могут иметь какой-то побочный эффект. Доктор, здравствуйте. Приветствую. Рад вас видеть на экране моего монитора. Давайте мы тогда начнем нашу программу. Спасибо, Михаил, за время, которое мы проводим. И я максимум хочу помочь людям, которые желают помочь себе восстановить свое здоровье. Хотел я немножко оговорить то, что все, что я говорю, это, естественно, личное мое мнение. Каждый человек имеет свои взгляды, свой уровень, восприятие. Кто-то верит в одну религию, кто-то верит в другую религию. И получается, у каждого своя религия. Но я говорю, прекрасно, я уважаю каждого мнения и каждого. Религия, которая основывается на вере его. И я говорю так, что я не Бог. Я тоже могу ошибаться, как все люди. И мы сюда пришли для того, чтобы самосовершенствоваться. Падаем, делаем ошибки, учимся на своих ошибках. Но мой 40-летний клинический опыт, я, можно сказать, работал в самых больших клиниках из Союза СССР, и, значит, в Азии, и в Америке, на территории Мексики. И везде учился, везде собирал знаменитых ученых. Вот показываю еще раз, значит, моя клиническая практика основывается на этих ученых, которые оставили след науке и искусстве исцеления. То есть, они вошли в историю, как самые знаменитые врачи, профессора медицины, которые практиковали и восстановили здоровье десяткам тысяч инвалидов. Продолжаю учиться и имею очень много последователей, учеников, благодарных писем, которые можно найти, написав мое имя, Борис Уайдов, в Фейсбуке, ВКонтакте, на моем веб-сайте. Почему? Потому что сама практика показывает, если человек правильно лечит и помогает людям, его мудрость тела, которая запрограммирована самим Богом, восстанавливается, делает равномесие. Если мы неправильно подходим к философски и не уважаем резервные силы, несмотря на то, что мы можем использовать все аптеки мира, человек не восстановит здоровье, поскольку резервные силы как были в зародышевом состоянии, так и остаются. Значит, наука и искусство исцеления основана на мудрости тела, на уважении человеческого организма как единая целая система, которой надо помочь очиститься и восстановить все выделительные функции, выделительные органы, очистить их, восстановить кровь правильным питанием и питьем, и мышлением. Значит, все, кто отрицает роль питания, питья и мышления в здоровье, я считаю, находятся в большом заблуждении. Почему? Потому что основа-основа человека – это кровь, которая переносит питательные вещества, зависит от этих факторов, еще от окружающей среды. Значит, что относится к этим факторам, от которых зависит качество и количество крови? Первое – это вода, это воздух, это пища, это солнечный свет, это мышление, это движение. Вот это основа, на котором должен строить свои планы специалист для восстановления здоровья. Сегодня я хочу поговорить именно о правильном питании. Значит, если мать 9 месяцев неправильно питалась, если она всю жизнь неправильно питалась, к тому же имела дурные привычки, не только переедала, много ела сдобы, шоколада, джанк-фуд, вареное, вываренное все, которое не понимало, как правильно соединять пищу, комбинировать, и ела, как попало, торопилась. То есть отсутствие элементарных знаний пищеварения уже дает возможность рожать в роддоме, рожать больных детей, или же рожать с какой-то слабостью. Значит, Джек Лондон сказал, в 20-30-х годах интересную фразу. Третье-четвертое поколение городских жителей обречены на вымирание. Это подтверждает Эдгар Кейси. Мы, цивилизованные люди, должны учиться у нецивилизованных людей. Потому что рафинирование, масло рафинируют, молоко рафинируют, там делают хомогенизейшн, хайдроденизейшн, это масло растительное, и это уже неестественное состояние для пищеварительных органов переваривать прохимиченную, пастеризованную пищу. И что получается? Не холестерин виноват, а виноват от того, что потребляя, мы корябаем сосуды и внутренняя стенка эпителии мелких, средних сосудов воспаляются. И тогда откладывается холестерин в избыточном количестве и получается зашлаковка, закупорка кровеносных сосудов. Значит, неправильная комбинация питания. Вот доктор Шелтон, знаменитые ученые. Вот. Видно, да? Да. Вот это... Это... Это, в общем-то, комбинировать, как правильно комбинировать, сейчас везде можно найти. И на Ютьюбе, и на интернете везде можно найти. Почему так важно? Вот говорят, раздельное питание. Почему так важно? А потому что желудок он создан для того, чтобы переваривать и расщеплять белки, жиры, углеводы, вот, минеральные соли. И ему легче расщеплять что-то одно. Как животные. Они едят что-то одно. Может быть, разную пищу, но за раз они съедают что-то одно. И кошки, и собаки, и звери, и грузуны. И когда мы смешиваем эту пищу, много, да, салаты, винегреты, потом первое, второе, потом третье. Я как-то в Нью-Йорке сидел на поминках у своих земляков. Так там это как бы пир для желудка. Вот. Сначала закуска идет. Потом значит подается курица, плов такой жирный. Потом еще что-то, какой-то суп. Потом сладкое, вот это пирожное, мороженое. И представляешь, какое брожение, какой стресс испытывает желудок, нервная система, мозг. Какая перегрузка. И при том эта церемония начинается где-то в 8 часов, кончается в 10 часов. Вечером? Да, да. Борис, я не открою никакого секрета. Вы проживаете в основном на территории Соединенных Штатов. Это не только на поминках происходит. Это происходит на всех мероприятиях, во всех русских ресторанах в Соединенных Штатах. То есть это мероприятие начинается, я вам скажу, даже не 8 часов, любое мероприятие начинается порядка ну к 7 люди приходят, а то и ранее приходят и продолжаются еще задолго за полночь, где в общем-то по всем канонам не то что правильного питания, а правильного образа жизни в общем-то после 6 часов вечера вообще не рекомендуется есть. А тут только начало после 7 часов вечера. И что это происходит, когда желудок должен как бы отдыхать и человек должен отдыхать, у него происходит в этот момент переваривание той самой несовместимой пищи полностью вот это вот все полностью там винегрет настоящий в то время, когда он должен спать. Значит, тут столько факторов все в одном, но как-то мы к этому привыкли, я не знаю почему. Городской житель особенно. Это же этика воспитания. Я встретил одного рабина, мы с ним на источниках отдыхали, ему тогда около 70 уже было, это было лет 10 тому назад, я говорю, скажи секрет свой, как ты сохранился-то? Ты как молодой человек, ни живота, все нормально, стройный. Он мне говорит, меня отец в детстве приучил не доедать, вставать со стола не доедать. Я сейчас понимаю, что там происходит, какой механизм. Значит, когда человек торопится и ест быстро, а мы все быстро едим, за исключением йогов, йоги советуют 30 минут, 60 жеваний. Не только йоги, еще и китайцы. У них есть специальный ритуал для того, как садиться и есть китайцы, которые разыграются, конечно. У них два часа, два с половиной часа это ритуал. Это не просто насыщение тела, желудка, чего угодно вот здесь, а это просто действительно люди в этом разбираются. А сколько, скажите, вы говорите, надо раз проживать? Так считается, как минимум 10 раз надо проживать один раз. От 60 до 100. нам цивилизованным людям даже думать об этом не приходится. А кто же работать тогда будет? Нет времени просто проводить столько времени. Но что получается, я открываю секреты и механизм. Значит, был такой в Америке знаменитый Флетчер. Флетчер лечил все болезни желудочно-кишечного тракта живами. И он доказал, есть активное глотание, а есть пассивное глотание. Есть чувство голода, а есть чувство аппетита. У нас все нарушено. Только у грудных детей нормальная функция пищеварения. Пока мать и отец не испортят. Так вот, когда человек жует, он в процессе изживания извлекает энергию из пищи. Эта энергия она извлекается только медленным и долгим жеванием. Значит, для клетки нашей, для нашего организма главная пища это цвет и это вибрация. Цвет дает разную частоту. И эта энергия, которая называется прана, она через нервы языка, она мгновенно собирается и идет и депонируется в солнечном сплетении. Поэтому, когда мы живем медленно, в радости, мы тут же набираем энергию. надо еще сказать о том, что если мы уже говорим о пране, я прошу прощения, то есть действительно продукты, мы в прошлый раз говорили, у меня был очень интересный собеседник, доктор Игорь Ветров, который как раз таки был очень серьезным специалистом по этому энергетическому питанию. то есть это та пища, которая дает энергию организма. То есть сяснанная пища, то есть живая пища, в общем-то в ведические времена это то, что растет под солнцем и поэтому бык, скажем и корова это священное животное, не потому что не просто так священное животное, а потому что корова дает молоко и это то, что дар божий, а бык он распахивает это все для того, чтобы сеять пшеницу из нее делать хлеб, это вот было так скажем в те времена. Ну и то, что растет естественно на деревьях фрукты. Да, так вот эта жизненная энергия, если только не варить пищу и не жарить ее, не обрабатывать, не рафинировать, это электролит первого порядка, как сказал выдающийся диетолог Берхин Беннер, сейчас видно, нет? Нет, если вы показываете ваш экран, то мы естественно не видим, я вижу только вас на экране, только если нет таблиц. Давайте вы мне отправьте то, что вы хотите показать. То есть что-то заблокировалось? Нет, мы не можем это видеть, поскольку там надо специально сделать сетап. Отправьте по... Что-то случилось, я не вижу тебя, Миша. Ну-ка, можешь ну, не имеет значения, вы говорите, я вас вижу, в общем-то, я вижу себя тоже, кстати. Вот, нет, все нормально, вы куда-то там, скажем, ушли скайпа, с того окошечка. давайте мы продолжим. Значит, значит, сущность питания заключается в том, никакое количество человек должен съесть, а качество питания это в том заключается, если он будет долго жевать, думать о том, как он извлекает эту энергию, и пища должна содержать максимум солнечной энергии. Я не отрицаю и молочные продукты, и мясные продукты, все должно быть так построено этому человеку, спортсмену одно питание, больному человеку другое питание, пенсионеру третье питание, детям другое питание, и питание, я считаю, что это индивидуальное искусство, которое должно составлять каждый врач-диетолог или специалист на каждый случай. Плюс еще я могу наверное добавить, в зависимости от того, в каком регионе мы находимся, то есть если мы находимся где-то там скажем, где очень и очень холодно, питание совсем должно быть другое, то есть на соках и на травах там трудно выжить. Совершенно верно. Вот эта прана она бодрит, она насыщает нашу клетку. И для клетки самое главное питание это значит цвет вибраций. Каждая пища несет свою частоту и вибрацию. Вот и поэтому вот есть такое питание по цветам. Вот у меня в связи с этим простите вот такой вопрос скажем вы сейчас расскажете естественно да по цветам но дело в том что ну существует такая скажем там будем говорить традиция о том что в зависимости вот у нас есть 7 дней недели и у нас есть 7 планет и каждая планета несет свою энергию имеет свой цвет и если мы говорим сегодня вторник то это энергия Марса вот я ношу красный цвет то есть есть такая теория не знаю пока правда или неправда верить не верить это дело каждого можно проверить естественно но вот сегодня вторник и сегодня рекомендуется есть пищу скажем красного цвета то есть борщи красные украинские вот ну понятно и капуста есть в общем-то тоже и красного цвета правильно ну в общем морковка да наверное да а если говорим скажем о понедельник мундей то это лунный день да цвет белый ну к примеру да это просто вот все то что есть белого цвета ну включая кстати молоко включая может быть белую редьку да вот такого как вы к этому относитесь скажите положительно это же все астрологически в участии это древняя наука я верю что астрология это наука вот и найти хорошего грамотного астролога так же тяжело как хорошего врача найти и и редко как найти алмаз в песке так вот для пищеварения очень важно очень важно понять сущность что такое голод и что такое аппетит все животные грузуны у них по природе которая дала программу насыщает только голод мы же цивилизованные люди и голод удовлетворяем и аппетит есть по времени это большое заблуждение нужно есть тогда когда очень хочешь когда у тебя голод пробудился так этот флетчер он лечил людей вот именно жеванием и пища должна сама уходить то есть не заглатывать ее она сама должна как бы растворяться во рту и уходить в желудок она должна как бы пассивно мы активно глотаем это мы торопимся уже а когда пассивное глотание оно само уйдет в желудок и надо сказать тогда человек просто быстрее насыщается и тогда ему просто не нужно столько пищи есть все наверное это одно из секретов почему у нас растут эти животы вот я привожу пример вот это уже для меня большой диагноз видишь большой живот средний живот и маленький живот значит если я увидел этот живот у меня уже прокручивается в уме какие функции у него нарушены и бесполезно его травить таблетками или другими какими-то лекарствами или процедурами если он не очистит толстый это зашлакованный толстый кишечник поперечный ободочный кишечник она выдвинула этот желудок там образовалась помойная яма брожение отравление где разводятся вирусы бактерии паразитов доктор у меня к вам попутно вопрос допустим человек не ведет активный образ жизни он питается ну как он питается и вот он поел и уселся на диван улегся он поел и сел за компьютер с другой стороны он поел и пошел на прогулку он пошел на прогулку тогда когда ему позволяет конечно его время но если он вместо этого времени сел и включил телевизор взял газету открыл интернет тогда он тем более вот это все нарушил полагаю так что если человек да естественно очищаться надо без сомнения но может быть первый шаг потому что он будет очищаться а потом будет вести все тот же образ жизни будет точно так же питаться как он питался до того как это привело к этому большому животу то есть надо менять в общем-то и привычки надо менять образ жизни надо менять и все это да очищаться на фоне очищения да без сомнения так можно ли что стоит на первом месте или это все вместе надо делать что стоит прежде всего он должен пройти азбука питания и здоровья и это у меня написано в книге во второй азбука питания азбука здоровья если это тоже законы такие да как закон притяжения значит если он не знает азбуки правильного питания питья он обязательно будет болеть он обязательно у него будет слабая энергия вот у него будут ментальные отклонения допустим человек переел у меня был один клиент очень богатый в Лос-Анджелесе я его научил как правильно питаться и так далее но теперь привычки тянут назад он всю жизнь неправильно питался я ему дал основы он все это понял своим умом своими мозгами все освоил иногда он приходил говорит ты знаешь я был голодный и так наелся как свинья и начал и начинал обвинять себя ну как ты мог допустить что опять переел опять нажался как свинья а теперь нужно время для того чтобы это все переварилось и чтобы мозг правильно мыслил так вот ментальное состояние зависит от того как работает наш желудок если он работает правильно если человек правильно пьет питается знает как комбинировать у него будет хорошая мозговая сила хорошая память хорошее логичное мышление и наоборот если человек переедает неправильно пьет мало двигается думает все время о негативных каких-то явлениях включая неразрешимые проблемы и страхи естественно такой человек будет медленно чахнуть болеть и медленно умирать почему медленно потому что у человека имеется от природы защитные силы эти защитные силы имеют предел и вот когда они уже не могут сопротивляться когда организм уже не может адаптироваться очищать кровь выделять эти яды токсины и шлаки вот тогда человек начинает уже болеть смертельными болезнями это диабет это инфаркт это гипертоническая болезнь это язвенная болезнь это рак это ментальные болезни и так далее это все неправильное мышление неправильное питье неправильное питание хочу рассказать несколько случаев неправильного питания значит при медленном жевании у нас происходит активизация пищеварительных ферментов во рту и начинается уже переваривание углеводов сахара углеводы разные бывают углеводы бывают простые бывают сложные монодарит это значит фрукты лучше всего перевариваются фрукты быстро а сложные углеводы это гречка рис овес ячмень и так далее зерновые они сложно перевариваются если слабый желудок и не хватает энзимов то они не будут перевариваться поэтому во многом случае хронических заболеваний я исключаю углеводы сложные углеводы тем более надо научить человека как жевать углеводы тот же хлеб я не говорю уже о рафинированной муки я говорю о нормальном хлебе как ржаной черный хлеб или макароны допустим макароны это не пища это не пища это суррогат который вы знаете целая страна есть макароны макаронники знаете все правильно а как-то живут же люди в этих условиях они существуют они кормят но не сказать же что все итальянцы они все больные каждый трех что не ест потому что они едят макароны но они макаронам тоже едят много овощей это да да я вот смотрел в Лос-Анджелес каждый третий четвертый макаронник итальянец имеет байпас сочери вы знаете был же такой у нас в Соединенных Штатах и не только известный человек даже во всем мире Аткинс у него же была диета специальная и он говорил о том что нам надо можно есть вот эти сложные горбокидрайз сложные углеводы простые извините но надо если мы едим мясо нам надо тарелку вот овощей это каким-то образом может быть ну скажем нивелирует но ведь это все равно плохо да ну смотри ну он говорил с одной стороны он говорил правильно он же был он же как бы вывел много миллионов людей прошли его диету и особенно ожиревшие то есть люди реально худели у меня было немало клиентов которые значит пробовали его диету они худели но получали другие заболевания вот именно болезни почек почему ну сам ядкин достаточно молодым совершенно верно он давал в большом количестве протеины вот но согласно ученым у каждого ученого свое мнение и у каждой страны свое мнение ну например значит немецкое количество значит среднем сколько должен есть протеинов немец 30-40 грамм в сутки Англия говорит 70 грамм Россия Россия и Америка говорит 120-200 грамм а где-то северные страны 200 Якуты может быть 300 грамм ну а как вы как вы считаете вот я считаю что белки нужны потому что иммунная система в общем-то состоит из белков аминокислот это зависит как мы уже говорили кем работает какой возраст вот какая национальность какая профессия двигается ли он или нет спортсмен если потеет надо больше белков потому что аминокислоты многие они выделяются с потом и там много минералов выделяется с потом но этим людям надо больше белков и надо так построить питание чтобы спортсмен чувствовал всегда высокую энергию а если конторский работник который сидит постоянно за компьютером и так далее ему очень мало надо 20-30 грамм достаточно но белки разные существуют нужно и желудок подготовить для того чтобы выделялось достаточное количество соляной кислоты и пепсина для того чтобы переварить белковую пищу желудок должен иметь достаточно кислоты у всех цивилизованных людей особенно за 40 лет у всех пониженная кислотность повышенной кислотности не бывает это ошибка диагностики мединститута поэтому когда люди говорят у меня изжога имеется ввиду что у них повышенная кислотность они это предполагают да это как будто да эта кислотность соединяется со слизью и непереваренной пищей и все это вместе дает изжогу там получаются газы газы расширяет пищевод и эта пища она выходит то есть нарушение клапанного аппарата желудка и двенадцатоперстной кишки желудка заходит в желудок она не должна заходить нужно восстановить эти клапанные системы врачи не знают как значит они что делают они убивают симптом причина остается клапаны как были открыты так и остаются они не должны быть в открытом состоянии называется рефлекс ну да тогда все это проходит я когда-то беседовал с одним доктором тоже достаточно известным в Израиле и он рассказывал ну есть существует методика кстати как закрыть этот клапан с помощью ну не знаю силы воли или с помощью определенных техник не закрыть его взять рукой закрыть его мы не можем закрыть а сделать так чтобы он закрылся вот я пытался это делать кстати когда получается когда не получается можно это сделать да это я не против но надо одновременно нужно убирать физиологическую причину а физиологическая причина это газы откуда газы идут газы идут от того что умирают эти вирусы бактерии паразиты потому что там много слизи они питаются и выделяют эти ягоды вот и получаются газы во время распространения этих паразитов а газы расширяет в объеме желудок и это отверстие кардия оно расширяется и пропускает вот эти массы включая кислота выходит пищевого вот этот механизм но пока не уберешь это главную причину лекарства будешь пить всю жизнь ну давайте я тогда уже объявлю раз мы стали об этом говорить о том что доктор борис увайдов дорогие друзья наши уважаемые радиослушатели телезрители написал очень много книг одна из которых вообще бестселлер стала да и многие общепризнанные во всем мире можно сказать и он также написал и монографии есть и в том числе очень большой видео и аудиоматериал и вот мы сейчас говорим об очищении и это совершенно логично потому что если мы у себя в огороде пытаемся что-то посеять или там вырастить цветы то желательно выпалывать сорняки иначе вот эти сорняки они будут забирать так сказать энергию земли и она не пойдет туда тот скажем продукт который мы хотим вырастить то есть это совершенно логично прежде чем что-то сделать надо это все очистить подготовить почву поэтому прежде чем нам надо решать какие-то вопросы нам надо очистить организм я много раз беседовал с доктором Увайдовым неформальной обстановки и я знаю доктор у вас есть специальная методика эта методика и описана и да и можно естественно получить ее и нужно в общем-то какая-то естественно консультация личная консультация у каждый человек индивидуальная причины все разные тесты надо сделать но те кто захотят воспользоваться методикой вот это очищение по доктору Увайдову а их действительно этих методик очень много то пожалуйста обращайтесь к нам это sungatesradio.com это sungates108 кто хочет позвонить пожалуйста 847-226-9956 и код страны единица если будет из России кто-то звонит и так далее ну кто хочет найти доктора Увайдова вы всегда его найдете пожалуйста можете обратиться к нему и он вам даст такую вот технику доктор давайте мы тогда продолжим у нас кстати осталось не так много времени у меня к вам там будет еще вопросы ну мы я вас немножко прерывал давайте мы закончим вот то что вы хотели сказать а потом я может быть задам один последний вопрос я хотел я вспомнил интересный случай когда я работал еще в Ташкенте врачом тогда я работал в правительственной поликлинике и у меня лечились ну всякие больные по ордерам ну это привилегированные люди были вот я помню одного уже человека ему было за 40 каждый день вызывали скорую помощь у него была а баронхиальная астма приступы были жуткие несколько раз в день могли вызвать скорую помощь вот и так было много лет человек страдал это значит его значит мой товарищ хороший его сестра значит вышли замуж за этого больного звали его Альфредом вот и он меня очень попросил чтобы я приехал помог я приезжаю смотри что он ест вот традиционно уже средний азиат там с бронхиальной астмой плов смертельно противопоказан значит он как питался так и продолжал питаться когда был здоровый питался привык неправильному питанию и продолжал значит плов жареное все пельмени вот голубцы вот как ел традиционно так и продолжал есть я говорю жене если ты не прекратишь все это его убьешь просто он не выдержит он может умереть от удушья я буду все делать я расписал правильную диету и сказала раз в неделю ничего не ешь Альфред если хочешь жить прошло время значит как только я ушел как только они стали правильно питаться я дал очищение чтобы стул был 2-3 раза у него был живот в средней степени уже этот помойник что получается откуда астма идет астмойный бронхит миллионы детей страдает сейчас задыхаются одна консультация недостаточна чтобы остановить эти приступы тем более еще консультации это еще неизвестно какие и от кого полученная консультация ну естественно но я гарантирую почему потому что у меня очень было много с астмой так вот вот эти углеводы ни в коем случае нельзя есть во время астмы потому что астма это есть результат слизи от непереваренной пищи в желудке потом она идет в тонком кишечнике всасывается в кровь оттуда забивает бронхи и другие выделительные системы так вот когда эта слизь она же токсична она раздражает слизистую бронху получается спазм и человек не может дышать откуда эта слизь берется из желудка организм буксует не может выводить эту слизь значит слизе образующая пища что есть мясо потом углеводы рыба любое сосиски колбасы это все надо убрать это кислотно образующий из связи образующий здоровому человеку окей но больному человеку ни в коем случае нельзя это есть и он раз в неделю до сих пор ему уже 90 лет он в Нью-Йорке сейчас находится и вот этот мой друг говорит что ты ему спас жизнь его дети до сих пор помнят меня и говорят что ты ему спас жизнь ему уже за 90 он продолжает вот так питаться как я ему сказал и раз в неделю ничего не есть это уже более 40 лет прошло ну видите ну думаю что на этом мы можем подвести черту сегодня так что дорогие друзья если вы хотите жить ну уж как минимум до 90 лет причем человек еще живет обращайтесь к доктору Увайду обращайтесь к нам и мы дадим вам достаточно серьезную информацию которая может вам позволить добиться этого почетного возраста потому что сегодня к сожалению возраст людей которые уходят в мир иной будем так говорить он что-то снижается какие-то совершенно удивительные цифры я читаю да и вы знаете на территории постсоветского пространства там чуть ли не не знаю 47 лет я читал где-то средний возраст мужчины проживания куда годится когда он должен быть значительно ну как минимум по-моему 82-83 у нас во всяком случае есть но и не считать тех людей которые находятся там подключены к аппаратам и другим там скажем приспособлениям это конечно тоже не годится вот но тем не менее у нас есть все возможности для того чтобы в том процессе жизни в том процессе нашего образа мы можем функционировать значительно лучше чем мы на самом деле функционируем и страдания которые мы сегодня испытываем многие из нас мы можем уменьшить вот для этого мы введем наши программы и в данном случае мы говорим с доктором Борисом Увайдовым доктор спасибо вам большое я хотел у вас спросить но эта тема достаточно сложная на мой взгляд и неоднозначная это тема кофе кофе это напиток да который до сих пор идут жаркие дебаты полезен не полезен только давайте мы оставим это на следующий раз мы скажем начнем с этого а потом уже продолжим по теме противопоказания кофе как-то люди ну понятно там кофеин мы и так все это дело знаем но почему-то говорят в последнее время что он в каких-то случаях полезен в каких-то случаях там не знаю решает какие-то вопросы это все знаете как вот бочка меда и ложка дегтя ну как бы не заметишь но тем не менее но тем не менее там находится ложка дегтя вот доктор большое вам спасибо всех вам благ здоровья ну всего-всего наилучшего которое только мы можем пожелать вам и которое вы можете пожелать самому себе потому что будете вы здоровы будем здоровы и мы спасибо спасибо вам всем друзья кто прослушал если какие вопросы пожалуйста задавайте буду рад вам ответить удачи всем счастья изготовляем спасибо 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 спасибо